Ну что ж, случилось то, что и должно было случиться. Как это произойти? Возникла, хотя и небольшая, но все-таки проблема со здоровьем, потребовавшая обращения к врачу. Его поиск в интернете привел Софию. Наверное, можно было найти кого-то и поближе, но у нас все равно было в планах посещение некоторых объектов на севере Болгарии, о чем пойдет речь и нет. Поэтому следует принципу совмещать полезное с приятным. Итак, мы на месте обитания нашего врача. Визит начинается с обращения в регистратуру. Там платят деньги за прием, в нашем случае 70 левым. Узнаем номер нужного нам кабинета и вуаля, мы на приеме. Бег для осмотра совмещенный с опросом и получаем направление на рентген. Спускаемся вниз за ходом в регистратуру, еще 70 левых. После рентгена поднимаемся в еще кабинет, где врач при нас описал рентгеновские снимки и с диском и описанием отправил нас назад нашего врача. Итог приема. Совет почаще смотреть паспорт, помни о возрасте, одно лекарство и направление в санатории за наш счет. В целом остались довольны. Тщательность осмотра и проверки, видимо, соответствовало уровню наших проблем. Все было неплохо организовано и в сумме заняло не более полутора часов. Теперь можно двигаться дальше. Но так как мы освободились во второй половине дня, решено остановиться на ночлег в каком-нибудь городе, лежащем севернее Софии. Выбрали племен. И там в центре гостиница Ростова. Гостиница обычная, со следами былого расцвета. Сам же город, как известный ваш, важная веха в российской военной истории. Правда, события в последнее время наложили определенный отпечаток на ее восприятие, особенно молодыми болгарами. А их тут по вечерам гуляет большинство. Видимо, поэтому особенного военно-исторического ажиотажа вокруг памятников мы не увидели. Люди просто гуляют, благо, весь обширный центр города закрыт для автомобильного движения и превращен в единую зону отдыха. Мы же, испугавшись поистине израильской жары, поспешили уритироваться в номер под конвенционеры. На следующий день приступили к выполнению задачи намеченного плана. А он состоял в осмотре двух пещер. Пещера Проходная, или как ее еще называют глаза Бога, и пещера Девяташка. Пещера Проходная расположена в районе села Королуково, довольно плоской местности. И, если бы не резной деревянный указатель, можно было спокойно проехать мимо. Вход в нее бесплатный, сама пещера не поражает длиной. Мы видим достаточно короткий проход, 365 метров, но это обстоятельства с лихвой, компенсируется буквально циклопическими размерами. Пещера 56 метров высоты центрального зала. Создательница этого великолепия – река Искыр. Сменив русло, как ни в чем не бывало, протекает тут же, неподалеку. Природа, не успаковавшись на этом, создала еще одно чудо. Два отверстия, глядящие прямо в небо, и неровности скалы, напоминающие нос, производят поистине инфернальное впечатление. Говорят, особенно сильно в ясную лунную ночь. Но мы этого, к сожалению, сами не увидели. В пещере ближе к вечеру можно увидеть летучих мышей, а днем встретить развешанных по стенам скалолазов. Следующий объект интереса у нас – пещера Девяташка. Многие, кто смотрел фильм «Непобедимый» со Сталлоном и Брюсом помнит это место. Этот фильм тут снимался. Кстати, мост, по которому мы только что прошли, построен на деньги, полученные от съемок этого фильма. Уже вход в пещеру, размером 30 до 35 метров, настраивает нас на что-то грандиозное. И правда, вот центральный зал площади 25 тысяч квадратных метров, и высотой потолка 58 метров. Часть пещеры закрылась для посетителей. Там спят летучие мыши. И мы по понятным причинам куда и не рвались. Общая длина составляет 2442 метра. Честно говоря, бродя тут, ощущаешь свою малость и незначительность. Настолько грандиозным кажется все, что тебя окружает. Если вы это не чувствуете, то она вот я, а не пещера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok